Приветствую вас. Оточтения, которые вы высказываете, они достаточно понятные, они достаточно обоснованные, они являются на самом деле адекватными в той ситуации, в которой вы оказались. И я могу вам сказать о том, что на ваш вопрос, который вы задаете, нельзя ответить однозначно, хотя бы по той простой причине, что не совсем понятно, как обстоят дела с вашей подругой. То есть, что это за человек, ваша подруга? Как она относится к вам? Как она относилась к своему парню? Как она переживает сейчас расставание, развод с ним? Как она относится к его дальнейшей жизни? То есть, если она, например, по нему еще болеет, если она переживает, что вы... Ну, как вы можете видеть, да, что она там волнуется, что она вот вздохнет по нему и так далее... То в этой ситуации вам, конечно, нужно понимать, что факт того, что вы встречаетесь с ее парнем, ну, будет для нее достаточно травмирующим. И не обязательно, конечно, вдруг у тебя придет конец, потому что, как бы, вы не уводили у нее парня, вы не делали ничего дурного, но... Надо сказать, что вашей подруге будет просто тяжело. И будет просто элементарно тяжело принять тот факт, что она, например, будет его там видеть, например, да... Это так, что она будет его встречать с вам и так далее... И, ага, если она к вам, как таковых, претензий иметь не будет, сама подруга... Ну, если человек адекватный и понимает, в общем, как их ставят дела, то к вам она претензий иметь не будет, как таковых. Но проблема заключается в том, что ей будет чисто вот для себя тяжело вот эти вот моменты, связанные с тем, что она должна видеть мужчину... Вот этот момент ей будет трудно для себя принять. И, как бы, вы, если о ней беспокоитесь, вы, если о ней переживаете, если вы, как бы, думаете о ней... То, естественно, не стоит ее сейчас, по крайней мере, травмировать тем, что вы встречаетесь с мужчиной ее. Сначала можете просто начать издалека и сказать о том, что, как бы, вот, ну, что вам нравится ее молодой человек. Или вы можете просто, например, сказать ей о том, как она там живет дальше и так далее. В любом случае, вне зависимости от того, что вы скажете, вы не сможете изменить отношения своей подруги. То есть, если она нацелена на то, чтобы не принимать того факта, что вы встречаетесь с ним, то она его не примет. И вряд ли здесь вы сможете на что-то повлиять. А если она спокойно отнесется к этому, сможет для себя это пережить, то, опять-таки, чтобы вы не сказали, она отнесется к этому положительно. Но, пожалуй, стоит, что помнить негативный опыт, который она получила с ним, скорее всего, она будет, как бы, проектировать на вас. То есть, она будет говорить о том, что вы окажетесь в той же ситуации, да, что и она когда-то казалась. И он вас, например, так же, как и ее, предаст. И вот, к этому вам нужно быть готовы. То есть, к тому, что, по сути дела, она будет, как бы, не то, чтобы прям против, да, не то, чтобы прям она будет против того, что вы встречает с молодым человеком ее. Но она будет, как бы, как минимум, внушать вам осторожности, внушать сомнения. То есть, вот это вам нужно помнить. Вот эти моменты вам нужно помнить. Эти моменты вам нужно иметь в виду, чтобы как-то все-таки адекватно на них реагировать. И нужно понимать, что, как бы, друг, если это друг настоящий, если это друг серьезный, он, ну, в данном случае она, с пониманием относится к тому, что вы встречаетесь с ее мужчиной. Но если вы решили это сделать, как бы, ну, вне зависимости, да, то есть, в любом случае, то вам нужно быть готовой к тому, что она, подруга ваша, скорее всего, немножечко отдалится от вас, отстранится от вас. Будет меньше с вами общаться, потому что ей будет тяжело и неприятно. Если вы готовы к этому, то есть, понимаете как, откровенный скандал, откровенное выяснение отношений, это, по моему мнению, вариант самый-самый-самый маловероятный. Потому что, ну, формально у вашей подруги нет оснований для того, чтобы к вам предъявлять перпендии формально. Но это будет незаметно, это будет постепенно, она будет отдаляться, отдаляться и отдаляться. И вопрос заключается в том, хотите ли вы этого для себя или нет. Это не просто, хотите ли вас это или нет. Если говорить о том, что можете ли вы или не можете ли вы строить отношения с этим мужчиной, то вы, конечно, безусловно, это можете делать. Вам никто этого не запретит, но вам нужно понимать, что не бывает такого, чтобы у вас была и подруга, и ее мужчина. То есть, что-то вам придется все равно потерять для себя. И вам нужно просто сделать выбор, а использовать его. То есть, понимаете, например, мужчина может быть вашим, да, то есть, мужчина может быть тем, кого вы ожидали всю свою жизнь, например, и с кем вы можете построить там хорошие, крепкие, теплые отношения и как бы создать семью, да, и вообще быть с ним всю жизнь, прожить. Подруга ваша, она также может быть единственной подругой, которая вот, ну, в жизни у вас может быть. То есть, тут же вам принимать решение, но понимать нужно, что не бывает такого, чтобы прям вот все всегда было. Если вы что-то выбираете, вы что-то теряете. В этом можно вам подсказать, как сделать так, чтобы вы были испанным и при этом сохранили дружеские отношения с подругой. Другое дело, что вот то, что вы делаете, то, как вы поступаете с ней, я имею в виду с подругой, это не есть хорошо, потому что, если, например, она узнает, что вы встречаетесь с ее мужчиной бывшим, если она об этом узнает. И если она об этом узнает не от вас, а от кого-то другого, то вот это будет гораздо хуже. Потому что, не узнав это от вас, она будет думать, что вы скрываете от нее эти вещи. Если она будет думать, что вы скрываете от нее это, то будет конфликт. И конфликт, он будет уже, я бы сказал, между вами не на почве того, что вы увели, например, у нее мужчину, не на почве того, что вы встречаетесь с ее мужчиной, а конфликт будет на почве того, что вы не доверяетесь. И вот отсутствие доверия как раз с вашей стороны ей и будет основным камнем преткновения для вашей подруги. И вдвойне, в крайне ей будет обидно, если она узнает такие вот вещи, но не от вас. Следовательно, она узнает это от кого-то другого. То есть тут вам, на самом деле, желательно набрать смелости и сказать ей о том, откровенно сказать ей о том, что вы испытываете симпатию к ее молодому человеку. В конце концов, ничего дурного вы не делаете, ничего противозаконного, в принципе, тоже не делаете. И вы, судя по тому, что, как бы вот, говорите о том, что вы встречаетесь, не встречаетесь с молодым человеком ее. Но при этом вы вроде как вместе, то есть вы ведете себя как пара, да, то есть это вот, поцелуи, да, это вот, сейчас стоите друг к другу в гости там, и встречаются у вас эти отношения уже. Только, я бы сказал, вы не желаете этого принять, вы не желаете признать этого, даже нет. А это плохо для вас, потому что, если вы не можете признать этого, значит, вы, наверное, Возможно, вы сами, вы сами, как бы, стыдитесь того, что вы делаете, а если вы стыдитесь того, что вы делаете, то ваша подруга обязательно узнает это, почувствует, ей это не понравится, и в итоге конфликты избежать вы сможете вряд ли. То есть, по той или иной причине конфликты равно будет. Вам нужно, знаете, вот, по моему мнению, вам нужно сделать следующее. Значит, вам нужно спросить себя, хотите ли вы быть с этим вот мужчиной, с которым вы сейчас, ну, в отношении. А если хотите, если это ваше желание, если вы чувствуете, что это прям ваш человек, то это ваше право. И в этом праве вам никто, ну, не имеет, не имеет, как бы, возможности отказать. Если вы хотите с ним быть, то это ваша желание, вы имеете на него право. Но, понимаете, за своем счастье нужно быть уверенным. А вы пока, я бы сказал, ну, мягко говоря, не очень-то уверены в том, что делают. К сожалению. И я полагаю, что вот этого вам не стаёт. Уверенности в себе и, собственно, готовности делать что-то для того, чтобы быть счастливой. И весь вопрос заключается в том, а почему у вас нет уверенности в этом. Ведь мужчина вам нравится, вы ему нравитесь тоже. Что начнёт? Вот, постарайтесь об этом подумать и, я уверен, вам будет понятно, что вам делать дальше. Теперь, значит, как правильно вести себя в этой ситуации? Значит, ну, во-первых, вам следует рассказать подруге всё, как есть. Хотя бы потому, что вы её обманываете сейчас. Нет, вы не подумаете ничего плохого, вы её как, по факту, вы её не обманываете, по факту. Дело в том, что это она предсчитает, что вы её обманываете. И вот в этом заключается большая беда. Что она подумает о обмане. Она почувствует себя обманутой. Это очень плохо. Это очень плохо для вас и для ваших отношений. И, соответственно, если вы дорожите своей подругой, то нужно ориентироваться на её желания, на её какие-то чувства, на её какие-то предпочтения и заботиться о её душевном комфорте. И, соответственно, если вы сделаете это, если вы как раз-таки озабудитесь о её духовном комфорте, о её душевном комфорте, если вы правильно отнесётесь к этому, то, я думаю, вы имеете все шансы на то, чтобы ваше отношение к ней сохранить. Ну, естественно, с определёнными нюансами, о которых я говорил. То есть, вести себя в сны нужно по, я бы сказал, увереннее, чем вы ведёте себя сейчас. Сейчас вы напоминаете такого, знаете, ну, такого человека, который прячется от гнева. Прячется от правды и, как бы, сам не принимает то, что он делает. И вот, сказать по правде, это самое скверное у вас, потому что именно это может стать причиной для дальнейших конфликтов между вами. Ну, и, как бы, месяц назад они расстались, то есть прошло достаточное количество времени уже, то есть он не сразу, вы не сразу начали встречаться с мужчиной, и знали, что у вас есть все шансы для того, чтобы это выглядело как совершенно нормальное событие. То есть, никак ничего такого, знаете, дурного. Ну, а дальше всё зависит, как я уже сказал, от человека, от подруги вашей. Какая она, как она отреагирует на вот то, что произошло. Так всё и будет. Что ж, я надеюсь, что помог вам. Я понимаю, что ответ, наверное, на свой вопрос, как таковой, вы получили весьма посредственный. Наверное, как-то мне бы хотелось, чтобы вы лучше понимали, как обстоят дела. Но, поймите правильно, в данном случае нет возможности вас ответить до конца, потому что здесь очень многое зависит от самой вашей подруги, от её восприятия, от характера её восприятия. И, понимаете, как бы, если подруга ваша, человек, у которого склад ума такой, что она может принять какие-то неприятные вещи, если она действительно дорожит вами, ну, дорожит вашими отношениями, то я думаю, что всё будет нормально. Если же она человек импульсивный, эмоциональный и, к тому же, тяжело, очень тяжело переживает то, что случилось, то, к сожалению, можно консортировать лишь только тот факт, что у вас в любом случае, что бы вы не выбрали, не будет никакой возможности сохранить свои отношения. Да, неприятно, но, тем не менее, нету других вариантов здесь. То есть, либо вы выбираете только лишь подругу, либо вы выбираете молодого человека и уже идёте по этому пути. Но выбрав, вам нужно всё-таки идти уже до конца. То есть, не сомневаться, не делать каких-то резких движений назад, не оглядываться назад, пока не будет. Потому что свои счастья вы будете строить только сами, и другие люди вам всегда будут мешать. Так или иначе. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.